На рассмотрение главы государства предложено два проекта указа. Это первый указ о совершенствовании работы с отходами и упаковкой. Он отработан в рамках указа номер 313. И с учетом требований главы государства туда внесен ряд новшеств, которые позволят усовершенствовать работу в этом направлении. Так, в частности, предлагается направление средств операторов вторичных материальных ресурсов на строительство комплексов по сортировке и переработке вторичных материальных ресурсов на полигонах. Также использование этих средств при переработке органических веществ в мусоре для образования компоста. Это очень важно. На сегодняшний день мы очень много привлекаем на благоустройство плодородного грунта. Сейчас эта ситуация изменится. Вот уже мы опробировали в прошлом году. Было переработано 85 тысяч тонн органических веществ. Получено порядка 50 тысяч тонн компоста, который значительно решил вопросы при благоустройстве территории, при строительстве и так далее. Также в проекте указа предлагается стимулирование производителей упаковки из бумаги и стекла для того, чтобы она конкурировала с пластиковой упаковкой. Это, на наш взгляд, должно дать толчок по развитию этих производств. Также был вынесен на рассмотрение главы государства проект указа депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой. Я думаю, что многие ее знают. Это возвращение к доброй старой советской системе, когда тара фактически оставалась в залоге, и человек, возвращая пустую бутылку, получал обратно стоимость этой тары. Мы предлагаем, что это будет распространяться на пластиковую, стеклянную и жестяную бутылку и банку емкостью от 100 грамм до 3 литров. Предполагается, что будет проведен конкурс на привлечение оператора, который уже имеет опыт работы в этой системе. Он реализует эту систему. Управлять депозитно-залоговой системой будет государственный оператор, некоммерческая организация. И расчеты показывают, проведено обследование Институтом социологии, которое показало, что до 70% наших граждан готовы участвовать в работе этой системы. Мы сделали расчеты. Это позволит в два раза увеличить сбор стеклянной, пластиковой и металлической тары, а также на 10% уменьшить количество отходов, которые захорониваются на полигонах.